здравствуйте уважаемые любители красоты перед вами две цветуньи выращивались по моему обучающему видео курсу а сейчас я хочу показать некоторые ошибки распространенных мы купим удобрения польем и у нас получится хорошее цветение нет одними удобрениями мы никогда не получим шикарного цветения в качестве эксперимента я хочу показать вам вот эту красавицу кустик не молодой но цветение все все что кустик выдал а все потому что он не формировался действительным образом а просто подкармливался удобрениями удобрениями мы вызвали рост куст пошел в рост в итоге мы получили длинные глинастые стебли и никаких цветов на этом все вот в таком виде у многих цветы уходят в зиму зимой они еще более вытягиваются и вообще пропадают так как их начинают интенсивно поливать людям кажется что не хватает растению воды что вроде в комнате жарко и все в итоге гибель растения если мы действительно подойдем с опытом к выращиванию пеларгоний то вот такой кустик его нужно было глубоко проформировать весной и подкармливать не удобрениями для цветущих а нужными микроэлементами я показываю несколько составов коктейлей и удобрения которые я применяю в своем обучающем курсе к ним я пришла пользование различных удобрений причем использовала всякие дорогие дешевые но остановилась на том на чем остановилась потому что главное это результат результат мы конечно видим вообще обалденный очень очень красивые вот даже смотрите вот так вот постами вместе вот здесь грубо говоря какое-то прям безобразие длинное и здесь компактные кустики обильное цветение это все результат ухода результат начиная от укоренения когда в растении закладывается корневая и в дальнейшем пересадки поливы подкормки различными удобрениями все важно каждый этап нет такого чтобы вы купили растения купили удобрения и все и на этом мы получаем вот такие результаты никогда таких результатов не получим пока не начнем действительно правильно ухаживать этому всему я учу в своем обучающем курсе в дальнейшем идет полная консультация по вашим растениям а вот что делать вот таким кустиком его конечно нужно обрезать сейчас формировать вот посмотрите в каждой пазухе листа мы видим цветонос в каждой пазухе листа мы видим цветонос а сверху даже идут два цветоносика вот он такой густой смотрите вот видите как прям по два цветоноса сразу идет какую красоту можете выращивать сами сейчас вот даже покупательница одна написала какие-то удобрения там чуть за четыре за пять тысяч покупала я конечно лучше такие деньги потрачу на цветы потому что от того что допустим тот же калий в каком-то удобрении ну не абсолютно ничего не поменяется если вы купите калий за 50 рублей или вы купите калий за 5000 вот я к примеру вам просто привела приходите на мое обучение научитесь всему и будете получать вот таких красоток